Люди часто несут с собой переживания за покойных родителей. И в современных реалиях, когда мозг и человеческая психика находятся постоянно под серьезным давлением различного рода новостей, беспокойств, жизненных трудностей при негативном их восприятии. Психика находится под большим давлением. В итоге очень большое количество людей входит в состояние депрессии, а где-то уже и просто отторжение, апатии. И вот в этом процессе разрушения, психологического разрушения часто очень сильным ударом по психике и душевному состоянию человека является смерть мамы или папы, матери или отца. Хотя по сути дела человек верующий должен понимать, что эта жизнь земная, большая сложность, большая трудность. Для тубляунна в Коране неоднократно говорится – вы будете испытуемы. Мы работаем над тем, чтобы изменять свое отношение к происходящему, воспринимать положительно и мы хорошо знаем о том, что завершая этот земной путь, душа освобождается. Она получает легкость, получает продолжение в вечность. И самое главное, чтобы человек и никаким образом не покидать эту жизнь, кроме как являясь покорными Богу, то есть человек верующий. Поэтому крайне важно не подвергать, тем более собственным выборам, а так и происходит. Как мы решим, так оно и будет, куда направим мысль, туда она и пойдет. В разрушение будет нас разрушать, в созидание будет нас укреплять. И касательно родителей здесь мы должны именно направить мысль в созидание, а не в разрушение, депрессию, апатию. Что есть созидание в данном вопросе, когда уже мама, папа, отец или мать умерли. Переживания, слезы, постоянные воспоминания, им ни вам не помогут. Но вот эту вот мыслительную энергию, когда она цепляется за образ отца или матери, направить на добрую молитву, на благое дело от имени покойного, покойной – вот это да. Это как раз ваш вклад с учетом высказывания пророка Мухаммада, что когда человек умирает, книга его дел закрывается. Кроме как для трех вещей. И среди этих трех вещей – сын или дочь, которые молятся за покойного родителя. Это даже после смерти человека отца матери им, отцу матери покойного уже, даже после смерти записывается. В этом контексте на скорости, а потом и уже отдельные темы внимательно вычитывая, будет полезно прочитать книгу о смерти и вечности. Она снимет ваши, нейтрализует ваши страхи касательно смерти. Нейтрализует ваши все эти переживания, если они не перешли уже в состояние глубокой депрессии и апатии. На начальном этапе необходимо эти знания иметь, эту важную ценную теорию. И в том числе здесь есть очень развернутый подробный материал о том, какие дела вы можете совершать от имени покойного, покойный. То есть, если человек уже умер, но совершение благих дел – оно возможно от его имени. Каких? Эта книга чисто богословская с одной стороны – ссылки, сноски, достоверна, но в то же время она максимально приближена к жизни. Поэтому те, кто ее читают, часто говорят – она очень помогла мне принять, согласиться с смертью матери, отца и понять для себя, что же нужно для них, что будет для них полезно. А моя жизнь продолжается, ведь и меня рано или поздно ждет такая вещь, как смерть, и я должен, должна быть к нему готов, готова. Полезного чтения и правильных выводов.